Девушки отдыхают 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 Привет, я Крис Коллинз и я менеджер комьюнити социальных сетей APB. APB — это онлайновая игра в жанре экшен, в которой мы предоставляем игроку невиданный ранее уровень кастомизации, благодаря которому они смогут создавать свои логотипы, свой образ, свой автомобиль и привнести свой стиль на улицы Санпаро. Девушки отдыхают Дейв Джонс, один из владельцев студии, работавший над играми Grand Theft Auto, считает, что это именно то направление, в котором он хочет продвигать сэндбокс игры. Он хочет дать игрокам серьёзные инструменты для создания собственной истории. Кастомизация — очень важный элемент APB. Когда игроки впервые заходят в APB, они открывают редактор. Многие арты, которые вы видите здесь, а также футболка на мне, были созданы с помощью символов из этого редактора. Игроки могут накладывать базовые элементы друг на друга, применять различные эффекты, маски, могут красить их, менять наклон, применять различные средства для создания изображений. Потом эти заранее созданные изображения можно накладывать на машины, футболки, свои руки и другие части тела, таким образом создавая татуировки. А теперь перейдём к средствам создания музыки, которые встроены в игру. Игроки могут использовать специальную программу, чтобы создавать музыкальные темы смерти. Каждый раз, когда вы убиваете игрока, он вынужден слушать вашу музыку. После выпуска игры будут доступны три района. Первый — это социальный район. Там игроки могут встречаться и общаться со своими друзьями. Два района из доступных после выхода игры будут боевыми. Первый из них — финансовый район. Это своего рода центр города Санпаро, с большим количеством высоких зданий, широких дорог и больших парковых зон. Второй — это район порта с различными торговыми галереями и паромными судами. Если вы хотите поиграть уже сейчас, то можете принять участие в бета-тестировании. Для этого зарегистрируйтесь на ipb.com. Встретимся на улицах Санпаро. Привет, я Нейтан Камерилла, исполнительный продюсер Crysis 2. Мы решили взять геймплей из Crysis и других игр Crytek и сделать его мультиплатформенным. События развиваются в Нью-Йорке. Это отличное место для напряженных и необычных перестрелок. Локация всё ещё выглядит очень правдоподобно. Отлично заметны, например, повреждения от ваших пуль. Уровни в компании сильно различаются по стилю. В джунглях такого не было. В оригинальном Crysis у игроков был набор умений, который разрешалось включать и выключать. Это были очень конкретные способности, и работали они лишь по несколько секунд. Мы заметили, что люди комбинируют эти навыки и создают свой собственный стиль игры. Именно под эти стили и приспособлены умения в новом нано-костюме. Играйте, как вам захочется. Мы заняли уникальное место на рынке. У нас шутер и не военный, и в то же время не фантастический. Мы ровно посерединке. Так что будут и обычные виды оружия, к которым все привыкли, включая разные гранаты. Но будет и совершенно безумное вооружение, вроде винтовок Гаусса и микроволновых пушек. Такого вы нигде больше не найдёте. Ждите новую информацию в ближайшие месяцы. Я бы мог рассказать про мультиплеер уже сегодня, но тогда пришлось бы вас убить из нашей винтовки Гаусса. Привет, меня зовут Стив Папутсис. Я исполнительный продюсер Dead Space 2. Событие Dead Space 2 разворачивается через три года после окончания оригинальной истории. Вы снова играете за инженера Айзека Кларка, который теперь попадает на новую локацию Спроу. Оригинальный Dead Space мы хотели сделать не просто хорошей игрой. Мы хотели, чтобы проект задал направление для всего сериала. Наша команда намерена создать игру ещё лучше, чем первая часть. И на всех это, конечно, немного давит. Нам нужно самих себя переплюнуть. Одним из нововведений второй части будет то, что Айзек станет говорить. Вы сможете ещё лучше вжиться в роль, потому что услышите, что герой думает о той или иной ситуации. Нам кажется, это поможет серьёзно развить сюжет. Одним из интересных новых видов оружия будет джевелин-ган. Он даёт пригвоздить врага к стене, а потом ещё ударить противника током или поджечь его. Напоследок, хочется сказать спасибо всем фанатам, которые поддерживали Dead Space. Нам очень интересно будет услышать ваше мнение об игре. Без вас мы бы не смогли так хорошо работать. Я Кейси Хадсон, исполнительный продюсер серии Mass Effect. Когда мы начали работу над первым Mass Effect, мы надеялись, что он станет настолько популярным. Мы хотели создать новую, захватывающую научно-фантастическую вселенную. И это у нас получилось. У игры большая армия поклонников, которую интересует всё новое, связанное со вселенной Mass Effect. Я думаю, одним из самых главных достижений Mass Effect 2 является то, что как игра, она стала намного лучше. Можно начать играть в Mass Effect 2, не будучи знакомым с первой частью. Сейчас это лучшая игра трилогии Mass Effect. Бои стали лучше, графика стала лучше. Думаю, игроки заметят это. Сегодня мы демонстрируем новое скачиваемое дополнение. Оно называется Overlord. Это одно из самых больших дополнений, что мы выпускали для Mass Effect 2. Более двух часов игры и пять новых зон. Оно посвящено учёному, который создал искусственный интеллект, симбиоз человека и гетто. Этот искусственный интеллект невероятно сильный и пытается покинуть планету, чтобы выбраться на просторы галактики. А вы стараетесь его остановить. Я думаю, что скачиваемое дополнение играет сейчас важную роль. Если вы любите игру и прошли её, таким образом вы можете продлить своё пребывание в знакомом мире и получить удовольствие. Вот что мы пытаемся делать для Mass Effect 2. Дополнение Overlord, которое мы сегодня демонстрируем, не будет последним. Мы продолжим развивать сюжет между второй и третьей частью с помощью скачиваемых дополнений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, я Грэг Гудрич, исполнительный продюсер Мэдалуфона. Это новое начало для сериала. Впервые за 11-летнюю историю события игры развиваются не во время Второй мировой. Теперь мы рассказываем про современную войну в Афганистане. За 11 лет работы над сериалом мы рассказали массу историй. И это всегда были истории про Вторую мировую. И нам показалось, что пора рассказать что-нибудь новое. Нас познакомили с оперативниками Тир Ван, которые как раз работают в Афганистане. Когда они пришли в студию и начали общаться с командой, мы попытались нащупать основу нашего сюжета. И здесь бойцы нам очень помогли. Не только в написании сценария, но также в проработке оружия и оборудования. Помогли сохранить реализм на должном уровне. Над игрой работают две больших команды. Студия в Лос-Анджелесе делает одиночный режим, а всемирно известные Дайс создают мультиплеер. Это поможет нам подготовить отличный продукт, который удачно перезапустит сериал. Этого хочет Electronic Arts. Этого хотим мы. И фанаты этого заслуживают. По-моему, неплохо. Я Жан-Шарль Гадышон, продюсер Need for Speed World. Need for Speed World — это массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре аркадных автосимуляторов. Вы можете играть со своими друзьями и с тысячами других людей. Классические гонки, исследования, погони, да ещё и полиция вернулась, что очень здорово. В игре будет глубокая система развития. Когда вы поднимаете уровень, вы получаете умения, открываете события, машины и тому подобное. Система умений добавляет стратегическую составляющую в игру. Для нас и для Need for Speed World важна социальная составляющая. У нас множество элементов именно для этого. Чем мы действительно гордимся, так это рейтинговой системой. Она позволит игрокам создавать собственные рейтинги. Мы считаем, что это сильная сторона игры. В наши планы входит обновление игры на протяжении нескольких лет. Я имею в виду постоянное обновление контента, общение с игроками на предмет того, что они хотят видеть в игре, и потом разработку новых элементов с учётом мнений игроков. Сейчас Need for Speed World находится на стадии закрытого бета-тестирования. Игра выходит этим летом в Европе и Северной Америке. Это очень волнующее. Надеюсь, у вас будет возможность поиграть в эту игру. Привет, я Гранд Родик, один из продюсеров Sims 3 Ambitions. Главное в Sims 3 Ambitions — то, что у игрока будет большой выбор профессий, и что его решения на работе будут влиять на мир вокруг. Можно будет стать пожарным, архитектором, стилистом, охотником за привидениями, врачом, частным детективом. Это новая глава в истории и своего рода вызов для игроков. Мне больше всего нравятся две профессии — частный детектив и архитектор. Мне нравится частный детектив за обилие вариантов выбора, которые стоят перед ним. Можно подкупать людей, выбивать из них информацию, вламываться в дома. А если объединить это с навыками изобретателя, то можно будет взрывать все вокруг. Можно быть настоящим подонком. А профессия архитектора подразумевает творческий подход. Можно пробовать новые стили и пытаться изменить облик города с течением времени. Что дальше для Sims 3? Мы постоянно ищем то, что хотят игроки. Мы стараемся искать пробелы в игре, искать то, чего мы еще не сделали, и чего игроки еще не испытывали. Я не могу сказать вам ничего конкретного, но мы постоянно развиваемся и ищем что-то новое. Меня зовут Дэниел Эриксон, я главный сценарист Star Wars The Old Republic. События The Old Republic развиваются за 3000 лет до начала истории кинотрилогии и через 300 лет после окончания сюжета игры Knights of the Old Republic. Последние лет 10 в мире ситуация накаляется, и скоро все может вылиться в большой конфликт. Сегодня мы показываем охотника за головами. Он полагается на свое продвинутое оборудование. У него огнемет, ракеты и реактивный ранец. И он предоставляет самую большую свободу выбора игроку и в плане тактики, и в плане настройки внешности. Нам очень понравилось рассказывать истории во вселенной Звездных войн. Теперь мы делаем это в формате ММО. Это означает, что вы сможете встать на сторону контрабандиста, воина-ситха, джедая, и у всех совершенно уникальный сюжет. Так что тут такой размах, которого мы бы никогда не достигли, если бы собирали одиночную РПГ. Мы вспомнили Knights of the Old Republic. В боях там была замечательная хореография. Мечи с характерным звуком скрещиваются, четко видно, куда летят разряды молний. И мы решили сделать точно так же, только в реальном времени и онлайн. Это была одна из самых сложных задач при разработке. Но мы очень довольны результатом. Новая игра — это, как нам кажется, Звездные войны для всех и каждого. Хотелось, чтобы фанаты сериала узнали и увидели что-то новое. Но при этом обычному игроку мы собираемся с самого начала рассказать историю этой огромной галактики. Мы пока не говорим о том, какая именно поддержка будет у игры после запуска. Но могу сказать, что релиз назначен на весну 2011-го. Надеемся, очень скоро мы увидимся с игроками онлайн. Извините. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова